Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня видео будет посвящено так называемому хэнд тесту. Адиозному такому тесту. Я знаком с этим тестом буквально с начала своей карьеры, своей деятельности. То есть лет 25 назад о нем узнал. У меня в лаборатории есть полный стимульный материал, 10 карточек и очень качественное методическое руководство к этому тесту. Я им пользовался в свое время и понадобиться не очень многочисленным просьбам. Буквально может быть человек 5-7 писали мне письма по поводу этого теста, спрашивали почему у вас нет люшера. Я в своих многочисленных видео ругался матом в ответ на такие вопросы по поводу теста люшера. И соответственно у меня более либеральное отношение к тесту руки, то есть хэнд тесту. И соответственно по, опять же повторюсь, немногочисленным просьбам решили мы это все-таки реализовать. Есть в этом что-то. То есть тест в принципе рабочий. Я говорю о том, что я пользовался им лично достаточно давно, работал может быть года 2-3 этим тестом. Потом на первый план вышли какие-то другие задачи, методики, тесты, опросники, шкалы и так далее. Но тем не менее на тот момент я прекрасно помню его теорию, прекрасно помню как он работал. Этим тестом надо жить. Многими тестами надо жить. Проективными прежде всего. Ими надо работать ежедневно, накапливать эмпирический опыт, составлять какие-то таблицы, анализировать. В тест будет входить, в поставку этого теста будет входить 10 оригинальных карточек. Вернее их 9,10 пустая с цифрой 10. Также будет входить методическое руководство. Бланк фиксации результатов и на обороте бланка фиксации результатов будут отображены некоторые формулы. Они достаточно простые, элементарные, ничего у них сложного нет. То есть попытка тоже у этого теста сделана некоторыми авторами формализовать, оценить это в каком-то числовом отношении. Получающиеся результаты, в общем-то, проективной методики. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Но, тем не менее, даже использую ее подобно пиктограммам, использую ее подобно тесту тематическому перцепции, тесту рисованному перцепции, тесту и ряду других методик. Значит, пользоваться им можно. Конечно, он работает в какой-то мере, в каком-то смысле. Но я повторюсь еще раз, им надо «жить» в кавычках. То есть им надо «жить» и «работать». В ближайшее время есть планы по... Но это достаточно сложный процесс. По выведению на рынок, на наш сайт с предложением пятна Роршаха, методики пятна Роршаха. Это будет, наверное, наш следующий решительный бесповоротный шаг. Но пока, я думаю, что в ближайшие несколько недель, неделю, может быть, две, мы будем начнем предлагать, не знаю еще по какой цене, будем предлагать очень хорошее методическое руководство и стимульный материал с бланком ответов по хенд-тесту. Воспринимайте это видео как некий анонс. В ближайшее время я, мои сотрудницы, завершим подготовку к разработке этого теста, чтобы человек, приобретающий его, получил полный комплект и мог начинать работать, не задумываясь о каких-то там сложностях, проблемах и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!